Ну, в принципе, правильно. Ничего в этом страшного нет. Это не мешает. Смотрите, дальше немножко пожёстче делаем. Вот сразу, опять же, разделили на две части. И вот в чем получается лимфодренажность. Мы берем общую массу всю, да, вот это, и гоним сюда. Смотрите, каким способом. Ну, во-первых, я вам говорил, кулачками там, да, и вот целиком вот всю эту систему. Потом берем, ставим руки вот так вот, и вот такие движения. То же самое мы делали вот такие. Можно быстро, можно с тяжелением. То же самое можно делать и с этой поверхностью, например, да. То есть это еще одна ваша рабочая поверхность, внутренняя сторона, ладонь ментильная, внутренняя. И с плечами мы тоже самое можем делать. И с шеей тоже можно делать. И с любой круглой поверхностью. Но здесь мы дополнительно давим. Только аккуратно, смотрите, на колено давить не надо. Нельзя. А вот дальше мы берем и вот так вот уже начинаем. Видишь, это уже немножко болезнь. С давлением эту массу гнать вот сюда и вот туда, к подвздошной кости. Вот. На самом деле, обычно, когда человек лежит на животе, ему всегда нужно класть ноги на какую-то подушечку, вот повыше. Но он сама не поднимает. Давайте посмотрим, что мы можем положить. Расслабить? Расслабить? Расслабить больше? Или как? Нет. Не только расслабить. Ну, во-первых, да, он расслабляется. За счет того, что удобно лежат вот эти вот наши щекотки. Во-вторых, эта подушечка нужна обязательно для того, чтобы пока мы работали с другими частями тела, уже идет отток отсюда. Желательно, чтобы пятки наши были немножко выше уровня сердца. Вот примерно вот так вот. Это, во-первых, лимфоток уже идет. И кровь тоже оттекает. А во-вторых, чтобы, когда вы работали, у вас не упиралась коленная чашечка в стол. Это достаточно больно. Из-за этого люди иногда ногу разворачивают неправильно. Вот так вот. Так вы не сможете с ней работать. Вам желательно нога, чтобы была ровно, правильно лежала. Да? Вот поэтому, это в целях безопасности клиента, на коленку не давить никогда. Больно коленная чашечка, особенно если у кого-то было повреждено. И так, продолжаем. Особенно если у кого-то было повреждено колено. Продолжаем. Вот так вот. Идем общую массу вверх. Правили ее вверх, да? Лимфоузлы, как я уже... Ой, лимфоканалы, они, как я уже говорил, находятся практически везде. Они равномерно под кожным слой. Под кожа они равномерно идут. Они примерно, кстати, вот эти вот штучки, они такие слабо-сизово-сиреннего вот такого оттеночка. Подключаем нашу шестеренку. Лапу леопарда. Помните, мы делали? Только можно сразу вот захватывая. С помощью большого пальца делаем захват, да? И прокручиваем вот эти вот большие мышцы бедренные. И снаружи, и с внутренней поверхности. Вверх. Проходимся потом большими пальцами от коленной впадины, да? По центру, до вот этих косточек, где начинаются тазовые кости. Вы почувствуете, там прям так вот. Такие впадины есть. Вот туда. Там, где заканчивается и дальше нерв. То есть вы практически вот этот нерв и вот эти вот проходите снизу вверх вот такими вращательными движениями. Это я сейчас так демонстрирую. Лучше все-таки стоять в том направлении, да? Мы сейчас все-таки все гоним в сторону головы. Значит, проходим их вот так вот. И вот в этом месте. Расслабься, расслабься. В этом месте так вот фиксируем. Зафиксируем, да? Вот. И опять же можем переменить обычное растирание, да? Чтобы сгладить. Вот смотрите, у правильного массажиста никогда не должно быть синяков. Они, в принципе, бывают, потому что у людей разная кожа, разный порог чувствительности и болевой порог у людей разный. Особенно там бывают нежные женщины, которые просто вот там чуть-чуть схватили уже синяки. Вот прям отпечатки пальцев было, это стоится буквально до такого, да? Это считается погрешностью массажиста. У новичков бывают синяки. Из-за чего? Из-за того, что где-то он сильно вот переработал, где-то пережал какое-то конкретное место. Но если вы работаете и вы ведете отток этой крови, да? То никогда у вас синяков не должно оставаться. Уж если он останется, то он останется на все тело в итоге. Такого не бывает, в принципе, да? Мы всегда делаем поэтому отток. Не старайтесь пережимать. Вот это сказалось зафиксировать, да? Не надо прямо туда вдавливаться. Сразу раз, и пальцы двери опять в сторону, да? Где-нибудь вот тут тоже точки такие есть. Раз, нажали, и все. И пальцы опять же, раз, и разглаживали это место. Разглаживали. Не забывайте разглаживать. Опять же, если бывают ноги волосатые, у мужчин особенно. Не тебе их пример, у тебя хорошие ноги. У них и спина бывает волосатая. Чтобы не оставалось вот этих вот катышков, когда волосики там раз, и узелки завязываются, да? Ваши движения должны быть протяжены. То есть, не где-то в конкретном месте. Вот тогда появляется узелок на волосах, да? А вы его раз и растянули. Более пластично. Более так вот раз. Или если где-то он появился, там узелок, да? Ну, это просто больно, неприятно, если за него будет цепляться, да? И, ну, и человеку неприятному пошло, ну, и со мной там катушки на теле. Что это такое? Какой-то ужас. Чтобы этого не оставлялось, вот только он начинает, как бы, там, зарождаться узелок, да? Вы берете пальцем прямой раз и проходите, и протягиваете, развязываете его. Понимаете? Вот. Поэтому все движения, опять же, это плюс к тому, чтобы вы чувствовали мышцы. Потому что, если вы просто где-то там провели вот так, да? Ну, непрофессионально. Вот есть же, вот вы прям ее видите, вот она. Надо ее найти, начало, мышцы обработали, закончили. Вот если тут другая пошла, раз, подключили вторую. Два раза закончили вместо одного, да? Вот давайте, пока с этим справимся. Запомнили? Без иков, пока их ими делаем. Променаем, Максим, с этой и с другой стороны, с наружной, с внутренней. Маша, вот это, в принципе, уже сделали такое, до этого же, да? Да. Ну, вот эту протяжку общую ты уже сделал. Теперь давай более, как я побудил с этими мышцами. Прошлись здесь, да, по внутренней, как-то, бедра. Вот. Прошлись по наружной поверхности бедра. Прямо отрывая его от стола, потому что мы стараемся со всей ногой сразу работать, чтобы не переворачивать человека. Вот, правильно, Максим уже исправился, он уже, видишь, уже мышцы захватывает. Давай, давай, дальше. Теперь берем всю поверхность бедра, прям со всей вот так вот, поверхность смело так вверх и приподнимаем, и в руках и умни. Это достаточно мощная мышца, так что не бойтесь, если будет человеку больно. Не причините. Маша, вот уже, вижу, делает отход на заднюю ногу, правильно. А ты, поскольку вперед ведешь, ну, можно и так стойку делать, да? Тогда к задней ноге, к себе это стяните. А можно и от себя. Это вы уже сами маневрируете, насколько вам будет удобнее. Сейчас я просто немножко поровнее положил. Угу. Вот. Конкретно пальцами сейчас меньше работаете. Пальцами потом до глубины дойдем. Теперь вот это вот. Движение запомнили? Так, сейчас вы оба сделали это движение как разминание. Разминание. И синхронно. Как? Синхронно. Синхронно. Молодцы, да. А теперь то же самое. Делаем с нажимом, не разминаем, а растираем. Вот туда, вдавливаем. Растираем теперь. Да-да-да. И ведем массу вот этого вверх. Ведь мы же вверх тащим не только кровь и не только лимфа. А что еще? Вот смотрите, я клетки нарисовал. Вот смотрите, я клетки же нарисовал, да? Нарисовал отводящие каналы, приводящие. А вот тут видите промежутки между клетками? Что там находится? Что находится там? Мисклеточная жидкость. Ну, грубо говоря, вода. Вода, она является транспортным средством для того, чтобы нести питательные вещества, например, те же самые жиры внутрь клетки и опять же выводить шлаки из клетки, да? То есть она работает. На вход, на выход, на вход, на выход. Но бывает так, что эта вода у нас с мертвым грузом висит. Сейчас у человека не жиров столько много, на животе, например, а это именно подкожная межклеточная вот эта жидкость воды. Ее надо тоже с тела выводить. Когда мы в баню паримся, из нас выходит пот, но это опять же не жиры выходит. Это в большей части выходит именно вот эта межклеточная вода, жидкость, да? И когда мы сейчас тянем вот таким образом вверх, то мы же дополнительно, дополнительно выгоняем еще вот эту межклеточную воду. Она нам не нужна. Она не нужна, поскольку она уже не работает. Понимаете? И человек действительно может пойти в туалет, быстрее побежать потом, когда мы сделаем это все правильно. Поэтому гоним общую массу целиком всю вверх, к ягодицам, к ее отводящим путям, мочевыводящим, к почкам гоним и к лимфам. К лимфу узлам, да, вот прям туда, 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 туда загибайте, раз, там уже закончится. Получилось? Ага. А теперь вот это вот. Налик, сходка я. Это тоже надо, да? Да. Сейчас.